Хозяева льда первыми открыли счет. Сергей Толчинский и Найк Кортен ассистировали Оливеру Каски и уже на шестой минуте периода Авангард вышел вперед. Изменился результат. Также в первом периоде торпедовец Антон Шеффельд на 15-й минуте успешно сыграл с Джорданом Шварцем. 1-1. Заметим, торпеда в это время играла в меньшинстве. Во втором игровом отрезке шайба от Авангарда оказалась в воротах торпеда, но главный судья встречи отменил взятие ворот. В середине второго периода хозяева льда выходят вперед. Илья Ковальчук и Денис Зернов вывели к воротам Рида Буше и 2-1. Спустя чуть более минуты счет выровнен. 2-2. Джордан Шварц умело сыграл с Крисом Терри и на табло ничья. 2-2. Это все, что можно сказать о втором периоде. На пятой минуте третьего периода торпеда играла в большинстве. Удален был Кирилл Семенов у Авангарда. Нижегородцы воспользовались большинством Дамир Жофяров и Крис Терри. Помогли Анди Милли, торпеда вышла вперед. 3-2. Авангард, бросив вперед лучшие силы, сравнивает результат уже более чем через полторы минуты. 3-3. Точен Алексей Береглазов у Авангарда. А на 52-й минуте торпедовцы снова оставались в меньшинстве. И это обстоятельство не смутило гостей площадки. Джордан Шварц помог Антону Шеффилду. И торпедовцы уходят в отрыв 4-3. А победная точка, как ни старался, Авангард была поставлена за одну минуту и 10 секунд до окончания третьего периода. В пустые ворота метко попадает Дамир Жофяров после паса Аэнди Милли. 5-3. Победа торпеда. И звонкий щелчок для одного из лидеров КХЛ Авангарда. Да, безусловно. Игры торпеда вообще всегда интересно комментировать, потому что они всегда непредсказуемы. И всегда ты знаешь, что будет интрига, будет азарт, будет интерес. Ну а такие матчи, когда ты побеждаешь топ-клуб на выезде, двигаешься вверх по турнирной таблице. Действительно, это праздник и действительно старый Новый год. Свой следующий матч торпеда проводит снова на выезде. 15 января в 19.30 начнется хоккейная дуэль в Москве против Динамо. Телекомпания ННТВ будет вести прямую трансляцию в прямом эфире с итогами в программе после матча. Владимир Смирнов. Время новостей.